Итоги уходящего понедельника подбудят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Четырем прибавить два, по слогам читать слова. В школах и гимназиях проходит прием документов первые классы. В рамках факультативов, либо платных образовательных услуг могут изучать программирование через скрэнч. Кто в приоритете? Как оокнется, так и откликнется. Суд вынес приговор по уголовному делу экстремистской направленности. Леоненко и Смирновой назначены на два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Оно того стоило? Самое пекло. В стране объявлен красный уровень опасности. Носите свободную светлую одежду из натуральных тканей. На солнце обязательно головной убор. Что по прогнозу дальше? А также предстоящие выборы «Жилищный вопрос» и «Здоровая нация». Беларусь утвердила договор с Россией о взаимном признании сертификата в вакцинации против COVID-19. Открыто и честно президент встретился с главой Центра Сбиркома. Александр Лукашенко высказался о приглашении наблюдателей на предстоящие в 2024 выборы, а также об отличии кампании в нашей стране от аналогичной в США. Отдельно глава государства обратил внимание на формирование ВНС, органа, который по итогам референдума обрел в Беларуси конституционный статус. Тоже закладываем определенный фундамент в этом деле, нарабатываем опыт, надо очень внимательно к этому отнестись. Очень многое в конституции и в законах определено. Численность, как избирать, от кого избирать и так далее, споров здесь нет. Тоже надо открыто и честно привести выборы в состав Всебелорусского народного собрания. Там будут разные люди, там, я уверен, будут разные точки зрения. Единственное, что врагов там не будет. Но нам не нужны враги и нашему обществу в том числе. А точки зрения должны быть разные для того, чтобы мы правильно принимали решение. Белорусский лидер отметил, около 80% белорусов однозначно поддерживают курс, определенный руководством страны. За оставшиеся 20 колеблющихся или выступающих против действующей власти еще предстоит побороться. В продолжении темы суд вынес приговор по уголовному делу экстремистской направленности. В списке экс-сторонников перемен Александр Леоненко, Галина Смирнова и Андрей Синица. Еще вчера не отстаивали идею госпереворота, сегодня пошли на попятную. Однако законы никто не отменял. За содеянное рано или поздно придется ответить. Только представьте, что было бы с Белоруссией, если бы оппозиция тогда добилась своего, а не стерли бы ее с лица земли. Кураторы экстремистских каналов координировали противоправные действия, выводили подписчиков на улицы, призывали выкладывать в открытый доступ данные силовиков, госслужащих, журналистов. Те, кто шатали в страну, сбежали и сразу же забыли о своих заявлениях. Люди, которые им поверили, теперь несут наказание. Я, Леоненко Александр Николаевич, в социальной институтной классике распространял материалы запрещенных ресурсов, как ха** и разве х**. Содеянное благо раскаивать и призывая иных лиц не заниматься протестными действиями. Еще в августе 2020-го Андрей Синица, Галина Смирнова и Александр Леоненко с пеной у рта отстаивали идею госпереворота. Попались на уловку Запада и отправились в столицу строить новое, в кавычках, «прекрасное будущее». Но с течением времени пелена с глаз начала спадать. Они пошли на попятную, открестились от экстремистских структур и дали признательные показания. Однако законы никто не отменял. Леоненко и Смирновой назначены на два года ограничения свободы без направления в избрательное учреждение открытого типа. Синица назначена наказанием в виде трех лет ограничения свободы с направлением в избрательное учреждение открытого типа. Синица была предъявлена по части 1 статьи 342 два эпизода участия в несанкционированных мероприятиях на территории города Минска как 30 августа, так и 6 сентября 2020 года. Трактически из материалов дела видно, что предприятие Минск-Транс понесло определенный ущерб, поскольку не могли с учетом проведения данных мероприятий массовых, не санкционированных, с участием в том числе обвиняемых, осуществлять перевозку пассажиров. Приговор не вступил в законную силу. В апелляционные сроки может быть обжаловано обвиняемыми, их защитниками, а также принесен протест прокуратурой города в случае несогласия или допущенных нарушений. За экстремизм в Беларуси предусмотрено наказание. К нему относятся организации беспорядков, призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий, блокирование дорог. Введена уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействие такой деятельности. Работа правоохранителей по выявлению предателей в нашем обществе продолжается. Все виновные будут найдены и привлечены к ответственности. И это, пожалуй, тот самый случай, когда одним неверным поступком можно перечеркнуть всю собственную жизнь. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Квадратные метры, централизованное тестирование и крутые инициативы. В Беларуси стартовала неделя молодежи и студенчества. Что запланировано? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Экономика Беларуси за пять месяцев набрала хороший темп. ВВП с начала года вырос почти на процент, промышленность на 4. Практически все отрасли за этот период смогли выйти в положительную зону. Активнее всего сработали машиностроение, легпром, нефтепереработка, производство строительных материалов и продуктов питания. В республике за пять месяцев построили более 1,246,000 квадратных метров жилья. Из них 42% для нуждающихся в улучшении условий. Кроме того, свыше 31 с господдержкой. Около половины – индивидуальные дома. Среди областей по объемам лидирует Минская. Там возведено почти 417,000 квадратов. В Могилевской – 114. Беларусь утвердила договор с Россией о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19. Ранее министр здравоохранения Беларуси заявил, заболеваемость коронавирусом в стране на низком уровне. Прививку сделали более 6,5 миллионов человек. Среди них порядка 17 тысяч детей от 5 до 17. Свыше 5,5 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по обществоведению. Позади также русский и белорусский. Следующее тестирование по математике пройдет 20 июня. Далее экзамены будут идти с интервалом в один день. На очереди биология, иностранный, химия, физика, география, история Беларуси и всемирная. Установлены и резервные дни. В Беларуси стартовала неделя молодежи и студенчества. Лозунг этого года «Ценим мир, создаем будущее». Для юношей и девушек в эти дни запланированы патриотические проекты, спортивные акции, добровольные инициативы. В субботу их ожидает фееричный праздник у стен Дворца спорта. Здесь отметят завершение учебы 5 тысяч выпускников вузов. Первый шаг в школу. В Бобруйске проходит прием документов в первые классы. В списке заявлений от родителей паспорт, свидетельство о рождении, ребенка и справка о состоянии здоровья. Сначала примут детей, которые живут в микрорайоне, где расположено учреждение образования. На 1 сентября ребенку должно быть 6. Тех, кому исполнится нужное количество лет только в текущем году, зачислят по заявлению родителей при наличии решения педагогического совета. Документы принимают по 15 августа. Мы открываем наш стандартный лего-класс. Будет новинка. Мы открываем класс инженерной направленности. То есть дети с первого класса уже в рамках факультативов либо платных образовательных услуг могут изучать программирование через скретч. Ну и, как обычно, класс с направлением визуализации. При наличии свободных мест в школы могут принять детей из других районов. Для этого родители во время основного набора оставляют заявление с просьбой принять ребенка в первый класс. Остальные документы нужно будет подать с 16 по 28 августа. Цвет настроения красный. Погода испытывает белорусов на прочность. Столбик термометра поднялся до плюс 29. Медики рекомендуют ограничить пребывание на солнце, не забывать про обильное питье и головные уборы. Сотрудники МЧС тем временем напоминают о безопасности у воды. Спасение от зноя нашла Татьяна Горбач. Легкий бриз на термометре плюс 30. Что ни день объявляют штормовое предупреждение. Погода продолжает испытывать белорусов на прочность. У питьевых фонтанчиков аншлаг. Люди спасаются от жары в тенистых скверах и у реки. Мороженое и прохладительные напитки – самые желанные лакомства. Люблю лето и люблю, что жарко. На то оно и лето. На даче в основном. Вода холодная, там душ холодный летний. В жару я чувствую себя комфортно, потому что я одеваю белую одежду, у меня с собой всегда есть бутылочка воды, поэтому вполне себе нормально. Не очень люблю жару. Люблю ходить на речку, на пляж. Когда гуляю, всегда покупаю что-то попить. С такой погодой и берег турецкий не нужен. Однако, всё же стоит помнить об элементарных правилах безопасности. Тепловые удары никто не отменял. Врачи рекомендуют меньше находиться на улице. Пребывание на солнце безопасно до 10 утра и после 5 вечера. Из рациона лучше исключить жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть лёгкая пища – овощи, фрукты, рыба, курица и холодные супы. Людям с сердечно-сосудистыми онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания следует проконсультироваться с врачом. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Носите свободную светлую одежду из натуральных тканей. На солнце обязательно головной убор. Пейте побольше жидкости, не дожидаясь, пока почувствуете жажду. Объём жидкости не менее 2,5 литров в день. Купальный сезон в разгаре. Желающих провести время у водоёмов всё больше. А вместе с тем увеличивается число несчастных случаев. Только за выходные в стране утонули 10 человек. Среди них двое подростков. Сотрудники МЧС напоминают о безопасности. В Бобруйске разрешено купаться на пляже в центре города, в Приберезенском микрорайоне около здравницы имени Ленина и сок Шинник. Спасатели напоминают о важных правилах безопасности. В первую очередь это никакого алкоголя. Купаться разрешено лишь в специально отведённых для этого местах. И помните, когда с вами дети, нужно обязательно контролировать, где они находятся. Жаркая погода сказывается и на дорожной обстановке. ГАИ рекомендует водителям следить за своим самочувствием и чаще останавливаться для отдыха в тени. Метеозависимым не следует садиться за руль. Лучше воспользоваться общественным транспортом. На вторник небесная канцелярия обещает небольшую передышку. Будет до 24. Уже со среды температура воздуха снова начнёт расти. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. В Бобруйске прошёл республиканский смотр-конкурс профмастерства сотрудников кадровых подразделений Департамента охраны. Лучшие представители из всех областей продемонстрировали физическую подготовку. Судьи оценивали навыки владения боевыми приёмами борьбы и подвели итоги состязаний челночного бега. Экзаменуемые соревновались как в меткости, так и в знании нормативно-правовых документов. На завершающем этапе участники конкурса проявили творческие способности. Приказом министра внутренних дел у нас создано специальное подразделение Департамента охраны. Это те группы задержания, которые выполняют задачи по охране общественного порядка и реагируют на все сообщения о преступлениях и происшествиях. То есть сегодня уровень их образования ещё должен стать на шаг выше, и мы такие требования предъявляем. Итоги республиканского смотр-конкурса торжественно подвели на стадионе «Спартак». Первое место в командном зачёте у Минского городского управления, второе – у Витебского областного. Бронза досталась Минску. Наградили здесь и победителей в личном зачёте. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова